Hisense Laser TV PL1H – это ультракороткофокусный DLP проектор с условно-вечным лазерным источником света и разрешением 4K. Дизайн строгий, декоративные элементы в явном виде отсутствуют. Корпус проектора изготовлен из пластика, по бокам – вентиляционные решетки. Через решетку справа воздух забирается. Через решетку слева нагретый воздух выдувается. Сзади, за обтянутой акустически прозрачной тканью решеткой, расположены встроенные громкоговорители. В центре решетки – логотип производителя. Под логотипом за решеткой находится индикатор питания, который не ярко светится белым в режиме ожидания и не горит во время работы проектора. Решетка также скрывает приемник ИК-сигналов пульта ДУ. Спереди, в относительно глубокой нише, плотно расположены интерфейсные разъемы. В отдельной нише ниже – разъем питания. Дополнительный порт USB есть на правом боку, там же находится неприметная кнопка питания. Проектор оснащен стандартными полноразмерными, за исключением сервисного microUSB, разъемами. На верхней панели в центре ниши можно обнаружить объектив. По обе стороны от него расположены датчики присутствия системы автоматического отключения проекции. Она срабатывает при близком нахождении человека. Эта система защитит глаза пользователя от яркого света. В нижней части корпуса проектора имеются три металлические втулки с резьбой, предназначенные для монтажа на потолочном кронштейне. Две задние ножки вывинчиваются из корпуса, что позволяет устранять небольшой перекос при установке проектора на горизонтальную поверхность. Спереди проектор опирается на широкую ножку с резиновой подошвой. Пульт дистанционного управления гибридный, он может работать как по ИК, так и по Bluetooth. В этом проекторе доступен голосовой помощник Vida Voice. Режимов взаимодействия с ним два, они выбираются переключателем на боку пульта ДУ. В первом варианте для ввода голосовой команды нужно нажать и удерживать кнопку с микрофоном. Во втором кнопку нажимать не нужно. Достаточно активировать помощника фразой «Хэй, Вида!». Этот помощник поможет найти контент, который предоставляют ряд программ, и предложит поискать информацию в интернете. Также помощник может самостоятельно ответить на какие-то вопросы, например, какая сейчас погода за окном. «Хэй, Вида!» Прогноз погоды. «Хэй, Вида!» Домашняя страница. Кроме того, проектором можно управлять посредством мобильного устройства с помощью фирменного приложения. В этом приложении есть виртуальный пульт ДУ с возможностью удобного ввода цифр и просто любого текста с координаторной панелью ввода с цветными кнопками. Этот проектор может быть интегрирован в умный дом Яндекса. Управление может происходить с помощью виртуального пульта с ограниченной функциональностью, а также с помощью голосовых команд, отдаваемых Алисе. Программной платформой для этого проектора служит операционная система, основанная на ядре Linux. Заглавная страница интерфейса типична для современных умных проекторов. Вверху, слева по диагонали выстроились значки запуска текстового поиска, выбора источника, входа в меню с настройками, работы с профилем пользователя и перехода к настройкам голосового помощника. В верхнем правом углу – текущее время и индикатор подключения к сети. Ниже – баннер с рекламой рекомендуемого контента, он же – поле для вывода контекстного содержимого, а под ним – горизонтальная лента из квадратных значков избранных приложений и значком быстрого доступа к избранным источникам, ТВ-каналам и ярлыкам веб-страниц. Ниже, за лентой избранных приложений идут ленты рекомендованного контента из Кинопоиска, ОККО, ИВИ и т.д. Есть магазин приложений. Но выбор приложений не очень большой даже в сравнении с официальным магазином Android TV. Меню с настройками проектора достаточно крупное, надписи в нем читаемые. Непосредственно при регулировке параметров изображения на экран выводится уже только название настройки, ползунок и текущее значение или список вариантов, что облегчает оценку влияния этой настройки на изображение. При этом настройки с ползунками перебираются стрелками вверх и вниз. Меню с настройками доступно напрямую практически всегда из контекстного меню, что также очень удобно для настройки изображения и звука. При поверхностном тестировании воспроизведения мультимедийного контента мы ограничились рядом файлов, запускаемых в основном с внешних USB-носителей. Проектор умеет показывать растровые графические файлы распространенных форматов, в том числе в виде слайд-шоу под фоновую музыку с выбранным эффектом перехода. В случае аудиофайлов поддерживается множество распространенных и не очень форматов. Большинство из опробованных современных видеофайлов высокого разрешения без проблем воспроизводились вплоть до вариантов с разрешением 4К при 60 кадрах в секунду. Поддерживается воспроизведение видеофайлов HDR. В приложении YouTube можно смотреть видео в разрешении 4К с HDR и даже с 60 кадрами в секунду. Данная модель, помимо спутникового тюнера, оснащена тюнером, принимающим аналоговые и цифровые сигналы эфирного и кабельного вещания. Качество приема цифровых каналов на дециметровую антенну было на высоком уровне. Удалось найти все ТВ-каналы во всех трех мультиплексах. Проектор ультракороткофокусный, к тому же объектив смещен назад, поэтому при размещении проектора очень близко к экрану можно получить изображение большого размера. Есть функция ручной цифровой коррекции геометрии по восьми точкам, а также автоматическая коррекция геометрии с привлечением мобильного устройства. В наличии функция вставки промежуточных кадров, ее качество очень хорошее. В большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно, с небольшим количеством малозаметных артефактов и с высокой четкостью. С точки зрения использования дома проектор достаточно тихий. Спектрограмма шума не идеально ровная, есть несколько неинтенсивных пиков, но в целом характер звука дискомфорта не доставляет. Встроенные громкоговорители громкие, но есть паразитные резонансы. Звук рисковат, долго и громко слушать музыку с их помощью становится неприятным занятием, но очень сильных искажений нет даже на максимальной громкости. Стереофонический эффект присутствует. В целом качество для встроенных источников звука хорошее. Максимальная яркость белого поля на экране шириной примерно 2 метра равна 180 кандел на квадратный метр. Этого более чем достаточно для комфортного просмотра в затемненном помещении. Контрастность изображения выводимого проектором высокая. В целом, по яркостным характеристикам и с учетом позиционирования, а это просмотр дома на экране до 120 дюймов по диагонали, к этому проектору нет никаких замечаний, все отлично. Гамма-кривая близка к стандартной, а в тенях аппаратно и визуально различаются все оттенки. Цветовой охват несколько отличается от sRGB. Однако отличия от sRGB невелики, поэтому цвета имеют насыщенность, близкую к естественной. В самом ярком режиме яркость белого цвета выше суммы яркости цветов, поэтому цвета на фоне белых участков изображения выглядят немного тусклыми. В самом сбалансированном режиме яркость цветов выровнена, но световой поток ниже. Впрочем, яркости все равно хватает для проекции на большой экран в затемненном помещении. В самом ярком режиме цветопередача явно не является приоритетом, так как цветовая температура существенно выше 6500 Кельвинов, а дельта Е выше пороговых 10 единиц. При выборе профиля Filmmaker ситуация гораздо лучше. Цветовая температура близка к 6500 Кельвинов, и дельта Е ниже 10 единиц. При этом цветовая температура и дельта Е мало изменяются на всей имеющей значение части шкалы серого, что благоприятно сказывается на субъективном восприятии цветового баланса. Проектор Hisense Laser TV PL1H оснащен лазерным источником света, времени жизни которого хватит на много лет. А ультракороткофокусная оптическая система при размещении проектора очень близко к экрану, позволяет получить изображение большого размера, что экономит пространство и облегчает установку. Данный проектор можно использовать как для просмотра кино, так и для развлечений менее требовательных к качеству изображения. В случае кино нужно обеспечить хорошее затемнение и выбрать профиль с правильным цветовым балансом. А, например, для просмотра спортивных передач в компании или для игры во что-нибудь не очень динамичное, немного света в помещении можно оставить, а на проекторе выбрать профиль с яркой картинкой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»